Привет, уважаемые подвохи! С вами снова Катранган. Мы с вами давно не виделись на наших эфирах, а все это было связано с тем, что у нас был переезд. Теперь мы находимся по новому адресу, Дмитриевская, 13, напротив Интера, в здании возле ресторана Радио Тбилиси, вход со двора. Об этом подробно снят предыдущий видос, как туда добраться. Ну и начнем с новинок, которые поступили за это время в наш ассортимент. У нас появились ультралегкие катушки. Эти катушки бывают и вертикальные, и горизонтальные. Фирма Гессер, которая их делает из сплава D16T в аноде, и с очень удивительным для нас управлением и легкостью. Давайте я с вами вот что сделаю. Сначала мы глянем, какой у них вес, для того, чтобы все понимали, а потом пройдемся по матчасти. Итак, я поставил весы. Оп! Самая большая из катушек, которую мы видим. 101 грамм, ну, скажем, 100 буквально, да, вот где-то так, что-то может быть. Далее, младшая катушечка, самая младшая катушечка у нас будет 69 грамм весить. И усредненная из этой серии, она будет весить вообще-то удивительно. Может быть, что-то неправильно. Еще раз. 75. Да, вот сейчас я подвину. 75. Угу. Так, еще раз проверим. 69, 75 и... Это 101, 100, господи. 1 грамм не помеха. Это что нам подвохом, как говорится. Итак, что удивительно в этой катушке. Катушка получила уникальное крепление, как мы с вами видим, под ружье принрас. Это мы тоже рассмотрим, как она крепится и что к чему. Далее, вороток управления катушки сделан очень удобным. Таким образом, фиксатор срабатывает по желанию на затяжку, на легкий срыв, на полный тормоз катушки и при том, таким образом сделанный, что при смотке линя он сам не будет закантливаться. Это один из плюсов при борьбе с хорошим трофеем. Далее, далее. Как мы видим, ребра жесткости самой катушки выполнены плотно, со вставками из нержавейки. Давайте попробуем с вами ее пошевелить. Вот, смотрите, видите? Она не играет никак и абсолютно не мешает этому. Далее, если мы здесь с вами внимательно посмотрим, вот там видим вот это отверстие и с той стороны такое же самое. Вот такое отверстие для крепления линя. Как он там закрепился? Сейчас посмотрим на намотанном барабане. О вместительностях этих катушек. Значит, двоечки линя 2,0 она вмещает 30 метров и 1,6 линя она вмещает 45 метров. Опять же, все зависит от укладки линия, как вы это будете делать и все остальное с этим связанным. Также, что еще очень хорошо продумано? Мы видим выдвижной вороток и он прячется. И при том, обратите внимание, он втягивается, видите? Там стоят магниты для того, чтобы ручка обратно не выпадала. Тем более, мы видим еще сбоку на корпусе вставки из двух магнитов. Для чего это нужно? Для того, чтобы ручка плотно перелегала и вам не надо думать, попала она в паз, не попала, для того, чтобы там укладывать линь, либо бороться с рыбой. Все, прищелкнулось и мы начинаем наше вращение. Также, что еще очень интересно, что будет вам полезно? Будет полезно в том, что она была в двух вариантах. Универсальное крепление под ружье пеленгаз и из линки пеленгаз. И также простое стандартное крепление, которое вы можете прикрепить к вашим любимым ружьям, которые не имеют таких разъемов, вот просто с помощью изоленты. Либо же вы прикрепите с помощью хомута, кто-то там веревочкой примотает на клею. Это уже ваше дело, как вы это будете делать. Здесь мы видим, как висит универсальная катушка. Кстати, что очень интересно, есть еще такие силиконовые накладки для ружья, чтобы ваше ружье было ярким и заметным в воде, например, и само собой рукоятка не скользила в перчатке. К этому мы тоже вернемся сегодня и посмотрим. Продолжим о катушках и мы с вами сейчас увидим, что вот она очень элегантно становится предназначена для этого крепления ружья пеленгаз. Мы с вами видим, вот там болт, который фиксирует все стандартно, все в наборе, вам просто взять шестиграночек и поставить. Также давайте с вами посмотрим, вот я даже достаю, вот так она с магнитом как бы отдается, вот вы видите, вот и так же сама она, ручка, вороток правильно прилипает. Вот так это все можно увидеть, как мы видим, вот такие вот крепления и вот так она элегантно смотрится с совмещенным линьем. И сейчас мы с вами произведем пару операций и мы с вами посмотрим, чем она будет лучше, например, на фоне остальных известных катушек, которые мы знаем. То есть мы понимаем, что есть определенные катушки, есть определенные ценовые диапазоны, которые может позволить себе подводный охотник и вы знаете, что они могут также отличаться там бегунком, не бегунком, но это все ерунда на самом деле, потому что я вам скажу так. Любой подводный охотник, как бы оно ни было, все равно, как мы с вами здесь видим, здесь у нас нет никакого кольца-то укладки для того, чтобы бегунок тут бегал и укладывали. Вы что, всегда думаете, что вы просто взяли и вот так вот просто мотаете, а он там сам укладывает? Да, конечно же, если вы намотали сюда 30 метров двойки, то вы по-любому вот таким вот образом будете выматывать обратно, потому что вы сами понимаете реально, чтобы уложить такой линии, это разве что только мультиплексовая катушка у каких-то спиннингистов. Даже учитывая мирожки, либо другие катушки встроенные, которые есть у других, скажем, моделей ружей, то там тоже всякие щели и зазоры и тому подобное, и все равно все его аккуратно укладывают этот линий. Поэтому вкидывая там какие-то вопросы себе, боже, а если там при борьбе с рыбой там что-то произойдет? Ну, что может произойти? Что линь попадет между самим барабаном катушки и его конструкции скелета намотки? Ну, давайте проверим. Мы просто сейчас возьмем, вот я сейчас отпущу фиксатор. Все, и будем ее сдергивать. Вот там. Опа, пошла рыба. Вот, борода даже, видите, да. И нормально все, никаких вопросов нет. Ничего там не попало, ничего там никому не мешает вообще. И это все точно так же, как и у других катушек. Происходит, и опять же, вы когда будете выматывать, вы по-любому знаете этот прием. Да, все его так опускают и начинают делать вымотку. Вот, укладку линьевым пальцами и тому подобное. Потому что если вы не кидаете туда очень много линя, то, соответственно, соответственно, у вас все просто получается, что именно от того, чтобы уложить свои линь в таком большом объеме, вы по-любому будете пропускать между пальцами и таким образом укладывать его. Есть там этот бегунок, либо же его нет. Должен тут есть бегать. Вы все равно будете выматывать, чтобы он не укладывался равнобока на самом барабане. Вот. Вот такая вот история как бы. Теперь, сейчас я одену перчатки семерка. Семерка толщиной. И мы с вами поработаем с этой катушкой в этих перчатках. Видно, да, что это семерка. А то обычно ребята на видиках, а это не семерка. Ну вот, чтобы было понятно. Вот, возьмем перчаточку. Одну вторую сейчас натянем и поиграемся с укладкой линя. И посмотрите, насколько вам будет удобно, потому что практика показывает, что кто-то плавает в семерках, кто-то плавает в девятках. И для того, чтобы это было удобно, мы с вами произведем такой экшн. Так, вот смотрите. Вороток. Вот очень удобно берется. Семь и тремя пальцами. Сейчас я так развернем, чтобы было видно. О! Ложится нормально и вращение происходит без проблем. Сматываю линь. Так, скидываем его. И будем сейчас наматывать. Ну что, ребята, перчаточка семерочка где-то на руке. Надпись видно? Да? Л-ка. Мой размер. Смотрим, как у нас садится вороток в руки. Садится удобно, без проблем. Достаем. Достаем, прячем. Изымаем. И благодаря магниту он встает хорошо, да? Повторяем операцию. Проверяем, достаем. Раз. Все стоит на место. Удобно работать. Без проблем, да? И давайте проверим то же самое. Сожжем крепление на пеленгасе. Сейчас мы достанем вороток. Покрутим. Как мы видим, вращение, которое протекает. Мы видим такие рифлености, в которых это не скользит. Ничего нам не замедляет никакой работы по поводу выкручивания, выборки лина. С самого, самой катушки. Также мы посмотрим с вами, насколько удобно будет управлять своим механизмом катушки, да? Пробуем. Вот. Откручивается. Без проблем. Видим, да? Вот. Раз. Ход пошел. Два. Ход пошел. То есть управление, воротка, скажем так, будет удобным. Вот. Ну и, само собой, снимем барабан, да? Достанем, вымотаем. Без проблем, да? И еще что самое уникальное, на что хочу обратить ваше внимание. Есть разные катушки, как вы видите, например, встроенные. Тут вообще лень, он болтается. Еще же, и даже с большими проходами. Деление леня, да? Как вы видите. И все равно, как мы будем выматывать. Да, правильно. Для того, чтобы его уложить, и он не скачил. Будем его вот таким вот образом направлять на барабан, да? И выматывать свой любимый лень, чтобы он укладывался чем побольше. Потому что все почему-то думают, что рыбу надо выгулить, как на поводке, когда я подстрелил. Опять же, все зависит от того, как вы стрельнете в вашего трофея. И второе, надо стрелять так, чтобы рыбу сразу вырубать. И самое последнее, как говорил товарищ Хлебников, вы знаете его встроенные катушки, которые были в системе Перун. Он говорил, вы что, рыбу на поводке будете выгуливать или что? Подстрелили и на берег, или на кукан. Вот. Сниму перчатки, а то как-то жирковато. Да, еще что посмотрим, посмотрим силиконовую накладку, как она сидит в перчатке. Вот так я вам скажу, довольны, вы видите, вот я пробую поскользить, да? Мы видим, что аж перчатка заворачивается. И это очень интересно, что это без Dura-Tex. Вот. Поэтому, долго мы не виделись в эфире, я рад, что я вам приземлил наши новинки, которые есть в Киеве и в Днепре. Катушки Гайсер. Нет, вот. Еще раз пробежимся о том, что мы имеем. Они бывают универсальные подкрепления под изоленту, либо уже под хомуты, либо веревки, кто как захочет. Они бывают с универсальным креплением под пеленгаз. Вот. И они бывают вот такого плана, как мы с вами видим. Кому-то нравится горизонтальный, кому-то вертикальный. Кому как нравится. И в то же самое время, что мы можем с вами заметить, что они легкие и существенно отличаются от остальных моделей катушек, которые нам известны. Ну что же, катушки есть в свободном доступе, в свободной продаже. Наши посты на страничках вы видите, когда выходят последние новинки. Пожалуйста, приходите, пробуйте. Узнайте свое счастье и попробуйте проработать с такой катушкой серьезным трофеем. Потому что, купил катушку, которому по душе, вы всегда знаете, что ваше любимое хобби становится просто очень приятным отдыхом. До новых встреч! Хорошего прозрака, чистой воды. И если у вас что-то не складывается, не забывайте, у нас есть курсы подводной охоты, где опытные мастера помогут вам обречь себя в воде и встретить своего достойного трофея. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok